В администрации при главе Артемовского городского округа Вячеслава Квона с Министерством профессионального образования и занятости населения Приморского края Сергеем Дубовицким, генеральным директором Международного аэропорта Владивосток Денисом Чмутовым и гендиректором аэровокзала Южно-Сахалинска Русланом Степанцовым подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Региональный профессионалитет 2025». Планы на будущее. Ну, наверное, мы, возможно, будем увеличивать количество профессий, которые бы мы хотели, и специалистов, которые бы нам подготовили. Ну и, возможно, будем развивать объемы инвестиций, вкладываем их в колледж, подготовку этих специалистов. Пока мы надеемся двигаться в этом направлении. Возможно, дальше будем спонсировать в плане выплаты стипендий. Лучшим студентам, да, по профессиям. Соответственно, у них уже появятся свои приоритеты по дальнейшей работе. На базе Артемовского колледжа сервиса и дизайна откроются три новые востребованные специальности. Теперь в Артеме ребята со всего Приморья смогут проходить обучение по специальностям. Сервис на транспорте, организация перевозок и управления на транспорте, защита в чрезвычайных ситуациях. Для нашего колледжа это новый виток деятельности, это движение вперед, развитие колледжа, расширение, самое главное, да, наших границ. То есть мы открываем новые специальности, у нас будут уже новые программы обучения, развитие обязательно для наших инфраструктур. В 2025 году мы открываем мастерские как раз-таки в транспортной отрасли, можно сказать так, мини-аэропорт. То есть у нас вводит мини-аэропорт, приглашаем вас в гости. Наши ребята реагируют на это очень активно, да, некоторые студенты, которые уже текущие, они говорят, почему мы поступили сейчас, а не позже, потому что это новые возможности, это интересные специальности, которых нет у нас в колледже, да, и это практическая подготовка. То есть они смогут, без отрывности, как бы так, подготовка обучения и практика. Теперь у ребят будет возможность на базе колледжа стать специалистами аэропортов. Они смогут не только максимально эффективно отрабатывать теоретические навыки в стенах учебного заведения, но и проходить практику в аэропорту Владивостока и Южно-Сахалинска. Вероника Климова, Денис Надельный, Егор Бондаренко, Даниил Коровченко, Городские новости, Артемовский телеканал Лента.